Почему Ханна Арендт? Тот самый тип или форму того политического представительства, за которым мы боремся в рамках своих гендерных проектов. Ну а все-таки, и, наверное, учитывая, что, вот и Махира тоже подсказывает, что Ханна Арендт трудно, наверное, причислить к феминисткам вообще, но все-таки мы хотели бы прежде всего продвигать женщину, женщин-авторки. Еще и потому, что на пике славы, когда уже были, в том числе вышла ее работа о революции, главная работа «Истоки тоталитаризма», она была теоретиком, который предложил это понимание тоталитаризма, она была на пике славы, и вот ее приглашают на интервью. Очень известная программа и очень известный немецкий журналист. Уважаемый Гюнтер Гаусс спрашивает, вы первая женщина, которую мы представляем в нашей программе. Это первый вопрос, который был задан очень известному на тот момент философу. В этом ее ответе, как бы, очень многое из, наверное, отражается из ее такой противоречивого творчества. Вот она говорит, что она не философ, а в то же время есть, цитируется ее одно заявление, что либо философия, либо утопиться. То есть для нее не существовало выбора. А в то же время она здесь себя называет политическим мыслителем, теоретикой по профессии, которой она занимается, это политическая теория. С одной стороны, она не феминистка, а с другой стороны, как мне кажется, она очень хорошо смогла с достоинством ответить ему. И потом мы еще раз вернемся к вот этой гендерной части, почему мы, собственно говоря, предлагаем тексты Ханны Арендт обсуждать. Следующее основание, как мне кажется, очень важно, когда мы пытаемся говорить от имени угнетенных или понять, что говорят угнетенные и как они говорят, о чем. Обращаться к текстам Ханны Арендт в том смысле, если мы утверждаем, что когда угнетенные говорят, это политическое действие, то помогает ли язык Арендт описанию под тех исключений, отчуждений? Или все-таки Арендт, принимающая точку зрения греческого полиса, когда эта идея, она уже отвечает, в общем-то, довольно определенно, чем должна политика быть, кто должен получать доступ на эту публичную площадь, агору, и кто должен оставаться в приватной сфере. И здесь нам тоже Джудит Патлер помогает поставить вопрос, не пренебрегает ли Арендт и не обесценивает ли те формы политической деятельности, которые появляются как раз в областях, ну, полагаемых, дополитического и внеполитического. То есть те, кто до сих пор не говорил, как из позиции, находясь в позиции угнетения, могут ли они из этих мест создавать те пространства, чтобы проявлять то самое политическое, а то есть эту свободу. И как нам кажется, это очень на данный момент, вот в контексте как раз программы «Вечерняя школа» очень актуально обращаться именно к этим текстам. И надо сказать, что именно опираясь на саму Арендт, мы могли бы говорить так, что мы не пытаемся ответить на этот вопрос однозначно, то есть как бы постараемся смотреть на это очень открыто, потому что, как она сама заявляет, она вообще не собирается разрешать проблему. И может быть, её тексты не связаны, противоречивы. И есть Шейла Бен Халиб, которая известный специалист по творчеству, по работам Арендт, она вообще задаёт вопрос такой, что Арендт хаотична, месс, прям по-английски, да, она говорит, ну и что из этого? Давайте будем с этим разбираться. И как раз-таки тот факт, что сама Арендт говорит, что для неё важнее, наверное, понимать, нежели чем воздействовать. Это тот самый третий главный повод, почему мы предлагаем этот текст для нашего клуба. Опять же тот же Гюнтер Гаусс говорит, что вы хотите этим сказать, какое воздействие вы хотите оказать на публику? И в ответ она отвечает, что я вообще, когда работаю, не думаю о том, как я буду воздействовать. И для неё важнее понимание. Ну, сама идея эффективности, продуктивности, производительности, это идея такого маскулинизированного мира, да, когда мы должны обязательно показывать какой-то результат. И вот опять возвращаясь к сфере, где я работаю, в сфере развития, по разной социальной проекты, мы тоже очень много голову ломаем, какой импакт, да, от того, что мы собрались с женщинами и обсуждаем Ханну Арендт. Вот нам нужно будет всё время показывать, какое воздействие мы оказываем на широкую публику вот этими нашими рассуждениями. Чья жизнь изменилась. Да, чья жизнь изменилась, да. Надо сказать, что в нашей лавке было несколько книг, и первая книга, это скрытая традиция, она написала очень большие, фундаментальные работы. А в то же время специалисты по её творчеству, они говорят, что её малые работы, её эссе, они не менее гениальны. Скрытая традиция — это сборник её эссе, замечательная работа, если когда-то вам попадётся, тоже рекомендуем читать. Потом у нас появилась книга «Ответственности и суждения», тоже очень быстро разошлась. Наверное, если мы хотим осмыслять, особенно опыт Второй мировой войны, это тоже очень важная работа. Ханна Арендт и Мартин Хайдегер, их переписка. Ну, известно, что у них был роман, тоже очень патриархально в залоге её биография, что она не могла, конечно, не влюбиться в Хайдегера, потому что он был такой умницей. Хотя на самом деле, сейчас уже становится совсем очевидно, что она была не менее гениальной, или даже есть те, кто утверждает, что в интеллектуальном смысле она была гораздо выше своего учителя. И как раз-таки её попытка говорить о вот этой вида активы, что не быть кабинетным философом и не заниматься абстракцией, это как раз-таки её попытка, может быть, выйти за пределы того понимания, которое предлагал Хайдегер о политике. И она его называла таким лисом, который нашёл себе хитрый лис, который нашёл себе такую, вырыл себе такую нору, сам её сделал, а потом удивлялся, почему же никто, он сидел в этой норе, и почему же никто не понимает, в чём смысл жить в этой норе. И надо сказать, что Хайдегер в своих письмах он прямо говорит о том, что я вообще далёк от политики, и, в общем-то, я считаю, что всё с миром ясно. И вот эти ваши движения индивидуального человека всё равно ничего не изменит. Техника наступает, средства массовой информации наступают. Но всё-таки, Ханна, тебя уважаю за то, что ты там занимаешься какими-то бесполезными делами, организуешь... При этом в нацистскую партию вступили. Да, да, да. В университете занимаешься, у неё был маленький кружок, они занимались переводами, тоже организовывали чтение. То есть у неё вот такая политически активная была позиция. И надо сказать, что она была очень продуктивна не только в своих теоретических работах, но она много писала писем. И она переписывала со своим учителем Ясперсом очень активно. И у них была бы долгая-долгая и очень такая плодотворная дружба. И если мы действительно хотим понять многие более глубоко её творчество, наверное, с перепиской тоже было бы интересно познакомиться. И вот совсем недавно у нас появилась книга Вита Актива. Сразу хочу сказать, что мы только к ней подходим. Нельзя сказать, что мы хорошо разобрались с этой книгой. Библиография — это около больше, наверное, 400-450 работ разного рода эссе и, как я уже сказала, фундаментальных работ. И она вообще была и журналистом, и публицистом, и эссеистом очень активна. Поэтому мы в том числе были рады, что появилась такая детская философская серия. И в этой серии Платон и Ко книга французских авторов «Маленький театр Ханны Арендт». С одной стороны, очень доступна, как вообще история написана, а с другой стороны, она, конечно, нагружена очень разными смыслами. И когда ты начинаешь разбираться в этих контекстах, то она становится ещё более интересной. Ну, книга, да, сама посвящена 75-му году. Это в тот день, когда Ханна Арендт умирает от сердечного приступа. Вся жизнь пробегает. Да, и в этот день она решает закончить, наконец, третью часть своей книги «Жизнь ума», или, как её ещё переводят, «Жизнь духа», где она говорит о трёх важных вещах о мышлении, валении и суждении. Кто мыслит, кто действует и кто может судить. И вот здесь вы и правильно говорите, наверное, что театр нам нужен, вот эта метафора театра нам помогает понять, что мы должны, как бы, это возможность наблюдения. А в то же время для, наверное, Махира тоже об этом будет говорить, вот как раз в её главе о значении термина «революция», что мы не просто наблюдатели, да, мы как раз должны взять на себя ответственность, выйти на публику и взять этот риск взаимодействия с другими, да, и взять вот эту ответственность, и это наш театр, да, мы выходим, как бы, на суд этих, политический суд этих зрителей. как раз книжка и заканчивается. Да, да, совершенно верно, да, и здесь тоже не случайно отсылка к древнему, древней Греции, город-государство, этот полис, где была публичная эта площадь, где как раз такие люди становились, ну, грубо говоря, наверное, человеками, гражданами, да, которые вступали вот в это политическое действие, оставляя за этой публичной, ну, за границами этой площади вот эти частные, и, да. Где не волк одержали, да? Да, где не волк. Я поняла, это как раз-таки символ тоталитаризма. С одной стороны, да, это как бы то, что подкрепляет тоталитаризм, да, и волк это естественное состояние, естественное, ну, ГОПСовское, да, естественное состояние, но мне кажется, она ещё чуть-чуть более широко об этом говорит «Бюрократия как волк», и вот здесь в этой книге в последней главе о революционной традиции она цитирует Джефферсона, да, потому что в этой книге вообще много об американской революции, да, и он говорит, если однажды наш народ потеряет интерес к публичным делам, вы, и я, и Конгресс, и Ассамблеи, и судьи, и губернаторы, все мы обратимся в волков, вот, и в то же время она говорит, что Америку спас отлаженный государственный механизм, однако этот механизм не смог, не мог спасти народ от литургии и отсутствия интереса к публичным делам, и то есть герои это те, кто выходит, да, вот, как бы, организует этот театр активных политических действий, и берет на себя ответственность быть в том числе быть судимыми. Политическое это взаимодействие людей с друг другом, да, в таком свободном пространстве, освобожденной от вот этого частного и социального. И вот то, что касается вот этого частного, там тоже почему это с бюрократией, мне кажется, это была такая статья кантовская о просвещении, да, довольно короткая, где он говорит, что вот эти бюрократы, когда они выступают с какими-то заявлениями, принимают решения, это вот как раз-таки частное пространство, да, то есть это не политическое пространство, а вот политическое там, где мы проявляем свою свободу действовать как граждане, да, и ради этого общего блага. В агоре мы убегаем от волков, да, и в агоре как раз мы становимся вот этими героями, теми, кто берет ответственность за собственную жизнь. Ну и вот Ханна Арнт революции, так что я с большим удовольствием сейчас передаю слово Махири. Что я хочу еще раз упомянуть, это вот этот момент в интервью, который она поднимает, что она себя не идентифицирует как философиня, а как теоретикеса политики, и как раз она хочет себя дистанцировать, да, от вот этих лисов, и считает своей обязанностью именно говорить о политике. То есть она как раз критикует тех философов, которые убегают от ответственности, да, как бы в свои норы, они могут построить прекрасные концепции, которые будут оправдывать всевозможные несправедливости, которые происходят. То есть она столкнулась с этим как еврейка, которая жила в Германии в то время, когда нацистская партия пришла к власти, и когда началось так называемое финальное решение так называемого еврейского вопроса, то есть то, что мы знаем, история закончилась массовым истреблением европейских евреев, в том, что называется Холокост. то есть она бежала из Германии сначала во Францию, а потом в США, и вот это тоже важный момент ее биографии, что она была беженкой, и этот личный опыт существования как человека, который потерял гражданство, то есть миллионы беженцев на тот момент, ну как бы не только европейские евреи, но и многие люди вынуждены были покинуть свои страны, оказались беженцами, и по сути потеряли гражданство. И она из этого делает очень важный вывод о сущности нашей человечности, как мы это понимаем, то есть она выдвигает очень важную критику так называемого естественного права, то есть когда она говорит о французской революции, она говорит о том, что это начало так называемого права человека, то есть появляется декларация прав человека и гражданина, которое не привязывает права к членству в определенном политическом сообществе, то есть когда мы получаем паспорт, это как бы наша членская карточка, мы принадлежим какому-то государству, политическому сообществу, вот, а тут как бы впервые происходит смена концепции, когда нам говорят, что нет, это не зависит от твоего гражданства, просто то, что ты родился человеком, наделяет тебя какими-то неотъемлемыми правами, да, то есть для нас должно быть знакомое понятие, особенно для тех, кто работает в сфере правозащиты, что есть вот эти неотъемлемые права человека, но Ханна Арент, она как раз это критикует, она говорит, что как только человек перестает быть гражданином, он теряет всякое право иметь права вообще, то есть на практике беженцы оказываются совершенно бесправными, и они не могут действовать политически, они, конечно, могут говорить и действовать, и даже пытаться делать это публично, но это значит, что скорее всего, что их никто не будет слушать, что их слова и действия не будут наделены властью и авторитетом. И эта критика очень важна на самом деле, до сих пор она так и не была на самом деле осмыслена полностью, до сих пор в мире существуют миллионы людей, которые фактически лишены гражданских прав, потому что они беженцы или внутренние беженцы, или международные беженцы, то есть практически являются лицами безгражданства. И никакие всемирные декларации и били о правах человека не гарантируют эти самые якобы неотъемлемые права всем этим людям. То есть это важно помнить. И конечно, да, книга написана в 60-е, в 63-й год. И на самом деле что происходит в мире в этот момент? Это разгар холодной войны. Это волна деколонизации, то есть бывшие колонии в Азии, в Африке и в Южной Америке, которые становятся независимыми государствами. Кубинская революция. Кубинская революция. Кстати, я тоже узнала, что идея этой книги вообще как бы было заложено, начало было заложено на семинаре, на который был приглашен Фидель Кастро. И он говорил о революции с точки зрения практика. Вообще конференция должна была осмыслить вообще, что такое революция на примерах американской, французской и октябрьской революции. И вот здесь было положено начало этой книги. То есть, кроме того, что на глобальном уровне происходит холодная война, деколонизация, в США происходит движение за гражданские права. То есть, как раз те все угнетенные группы, афроамериканцы, женщины, ЛГБТ может позже начинается. Но это тоже контекст, в котором пишется эта книга. И мы предложили всем прочитать главу, где как раз обсуждается значение термина. Я вот здесь такие тезисы дала. Что значит для Аренд революция? Здесь такая немножко длинная цитата из этой главы. Аренд выдвигает так называемую доктрину республиканской гражданственности. У Аренд есть достаточно возвышенное представление о том, что представляет его политика. В первую очередь это для нее означает некое действие в публичном пространстве, которое люди совершают совместно. Это действие для нее имеет отношение в первую очередь к получению власти и свободы. То есть она очень озабочена вопросом разграничения социального от политического, а то, что она называет социальный вопрос, это собственно существование бедности. Она считает, что этот вопрос социальной справедливости должен решаться какими-то техническими средствами или какими-то экономическими разговорами, но они не имеют отношения к политике для нее. А политика это как раз когда мы говорим об институтах власти. То есть с ее точки зрения когда она сравнивает американскую революцию и французскую как бы вопреки доминирующему мнению она считает что это именно американская революция которая была успешной подлинной и реальной а французская как бы вот она стала провалом на самом деле потому что они позволили собственно нужде и каким-то удовлетворению базовых телесных человеческих потребностей стать главным вопросом этой революции то есть вопрос именно этой социальной справедливости у нее такая очень схема она там критикует жалость критикует и даже лозунг хлеба это считался не лозунгом революции а в америке как раз что происходит там люди собираются и очень методично обсуждают какие-то подробности о том как власть будет распределяться как она будет контролироваться вот эта система сдержек и противовесов они например там высказывают свои претензии англичанам по поводу того что когда проводится собрание как оно проводится в неудобном месте и в неудобное время что люди не могут вовремя туда попасть и участвовать в этом собрании то есть это вот такие разговоры которые часто происходят например в университете между преподавателями никогда не назначается такое собрание на которое можно было бы всем удобно то есть это какие-то очень такие вопросы конечно важные для политики и для того чтобы именно этот разговор состоялся обсуждение политическое это тоже политический вопрос конечно но для нее например вопрос о том например какая должна быть производственная квота на заводе это конечно чисто технический вопрос и экономический и он не является вопросом политики или тем более те вопросы которые феминистки поднимают воспитание детей введение в этой книге она как раз обсуждает что 20 век был веком войны и революции война как бы она считает после второй мировой войны становится невозможной так как существует ядерное оружие которое является сдерживающим фактором но это век революции и революция вот в своем вот этом насильственном порыве она возвращает нас к этому естественному состоянию вот и тут как бы тоже можно по-разному прочитывать потому что для нее очень важно именно вот эта возможность все начать сначала да то есть право людей во-первых взбунтоваться против власти если она несправедлива то есть когда какой-то контракт социальный договор не срабатывает распадается всегда есть возможность заключить ну например в американской революции таким вопросом критическим было именно вопрос например обложение налогами да то есть taxation without representation как бы нас облагают налогами но нам не предоставляют политических прав мы не имеем возможности влиять на решения которые касаются нас да и против этого мы бунтуем как она всегда хочет разделить вот это понятие философии от политики да но если мы посмотрим на то как все-таки она представляет политику это получается очень похоже на философию то есть политика для нее вот как она представляет себе это вот как раз это агора где могут вестись неспешные разговоры где можно внимательно выслушивать какой-то плюрализм мнений иметь это тоже как-то похоже на вот эту идею перманентной революции потому что как бы всегда есть вот эта возможность начать снова вот чем различаются революционные слова аренд и маркса ну да я уже упомянула как она определяет социальный вопрос как нечто отличное от политики и для нее главной целью революции должна быть свобода а не справедливость именно такая как социальная то есть борьба с бедностью и да я уже говорила что у нее есть вот этот феминологический эссенциализм или пуризм какой-то вот она хочет чтобы все делянки были очень четко разделены и не было никакого смешения между социальным и политическим да вот здесь такая цитата из нее же о том что нет ничего столь старомодного как попытка избавить человечество от нищеты политическими средствами и трудно найти что-либо более бесперспективное и более опасное для Маркса свобода и бедность несовместимы да но Аренд не доверяет ему с большим подозрением относится к его размышлениям и считает что для него не важны ни свобода не справедливость почему как бы опять-таки да мы возвращаемся к этой метафоре театра театр это публичность конечно это вот именно ты выступаешь перед аудиторией которая тебя готова слушать они признают твое право быть на сцене но но у сцены есть всегда кулисы есть то что остается скрытым и то есть опять мы возвращаемся к этому очень традиционному разделению на публичное то что является публичным что является частным приватным вот то есть у нее вот есть вот это всегда дихотомия социальная политическая частная публичная нужда свобода соответствующая как бы если мы проведем чуть-чуть дальше да анализ феминистский то соответствующая как бы женскому и мужскому то есть это как бы очень часто такая начальная точка феминистской критики политики о том что женщины были отодвинуты как бы в сферу именно частного им была отказана публичность и все то что было ассоциировано с женским тем самым было вытеснено из поля политического и уже на второй волне феминизма появился этот тезис о том что личное является политичным и так далее для аренд именно власть должна быть целью революции а не неудовлетворение нужд каких-то социальных она даже делала такие высказывания о том что тот факт что именно рабочий класс и женщины оказались эмансипированными в современное время указывает на то что мы потеряли вообще всякое представление о том что некоторые вещи должны оставаться приватными то есть у нее какое-то есть даже такое немножко мещанское отвращение как бы к вопросам таких повседневным частного порядка но если быть очень щедрой в своей интерпретации и есть такие феминистские мыслительницы которые пытаются реабилитировать Ханну Аренд и сказать что ну тут она не то чтобы как бы говорить что частное не важно а наоборот она собирается она хочет защитить именно эту сферу частного да тут как бы может быть такое прочтение что если все становится публичным то человеку невозможно остаться как бы вот со своими мыслями иметь вот этот внутренний диалог который собственно по ее мнению и делает нас людьми да когда она пишет например про Айкмана суд над нацистским преступником в Иерусалиме она как раз говорит что он совершенно пустоголовый он бездумный и он совершил эти преступления не потому что он какой-то злой человек да там садист нацист убежденный а просто потому что он не думал никогда он просто выполнял приказы у него как раз вот этого нету внутреннего диалога и поэтому как бы он не является в полной мере даже человеком вот а если как бы вернуться к феминистской мысли то например у Верджинии Вульф есть книга такая своя комната где она как раз говорит что женщине чтобы быть писательницей необходимо иметь какой-то стабильный доход и комнату то есть место где тебя никто не трогает ты можешь сидеть и писать просто вот и как бы вот тоже в рамках школы вы говорили о таких практиках сепаратизма то есть как бы угнетенным группам нужно пространство даже если это какое-то временное решение чтобы именно побыть внутри себя и осмыслить свое существование и ни перед кем не оправдываться и именно иметь эту возможность как-то консолидировать силы вот то есть ну это такое опять-таки достаточно щедрое и вольное прочтение Аренд и я например более была бы склонна считать что она ну конечно не феминистка в некоторых местах даже антифеминистка вот и к этому есть там несколько подтверждений из того что я читала Аренд конечно же считает что именно американская революция должна быть как бы нашей success story да а французская как раз провал потому что вот углубились слишком в решение проблем бедности а это совершенно бесперспективно и даже опасно об октябрьской революции она говорит в том ключе что революционеры которые работали на территории российской империи попали под очарование такого представления о том что революция это историческая необходимость то есть она интересная очень обсуждение такое предлагает этимологии вообще слово революция то есть это от латинского корня который обозначает как бы вращение вроде как небесные тела вращаются то есть это какое-то необратимое движение которое следует определенное цикличное необратимое природное движение то есть да один корень словом револьвер например то есть там же тоже это кручение происходит в первоначальном своем значении термин использовался даже больше как сейчас то что мы понимаем как контрреволюция то есть реставрация например короля которого там династии которую свергли а потом происходит так называемая glorious revolution великолепная революция когда восстанавливается династия и просто в какой-то момент это слово начинает использоваться уже по-другому что когда происходит какой-то радикальный перелом в политической системе и перестройка но тем не менее мысль гегеля которую потом развивает маркс она тоже следует этой логике то о том что как бы история она как бы вот идет вот так по спирали да то есть она то есть следует каким-то неумолимым законам исторического развития аренд как раз критикует такое мышление то есть это вот такой нарратив неумолимого движения к какому-то концу предопределенному да и она говорит что ну революционеры они как бы разыгрывали сценарий который произошел вот в Франции и они просто готовы были сыграть любую роль поэтому они настолько покорно шли на смерть то есть потому что они знали что революция как Сатурн да она пожирает своих детей и вот они шли как какие-то ягнята на заклане совершенно с таким чувством предопределенности опять да как бы что мы можем из этого вынести для нас полезное то есть ну понятно что в этой книге в какой-то мере Аренд проявляет лояльность к Америке да то есть к той стране которая стала ее новым домом она на самом деле любила Америку ей очень все нравилось и она как бы принципиально не выступала не поддерживала никакие то что считалось антиамериканские движения то есть кроме там войну во Вьетнаме она назвала ошибкой да но она например делала да такие очень высказывания у нее есть такой эссе по поводу десегрегации школьной системы в США то есть там очень известный есть случай школа Little Rock когда по решению суда ученики афроамериканского происхождения сопровождались вот буквально полицией чтобы ходить на занятия в школу где учатся практически все белые дети и как бы как эти дети конечно это было для них очень жестоким испытанием потому что конечно их никто не хотел в этой школе видеть они наверное подвергались всяческим нападкам и так далее то есть ну мы знаем что они подвергались и поэтому понадобилась полиция для сопровождения их но это было очень важное такое такой важный момент в движении за гражданские права афроамериканцев именно вот эта десегрегация в том числе школьной системы и Ханарен написала такой эссе где она говорила что нет мы не должны так не должно происходить потому что ну хорошо мы например отменили законы которые запрещали межрасовые браки но мы же теперь не будем заставлять людей жениться на людях другой расы или например если кто-то хочет в отпуск ехать с соседями потому что они из твоего сообщества например они там тоже мексиканского происхождения мы не можем заставить людей типа вместе ехать в отпуск с людьми которые им не близки вот но тут как бы она конечно делает явную ошибку да в своем анализе потому что доступ к образованию имеет как раз непосредственное отношение к возможности осуществлять свои гражданские права да то есть как бы это не то же самое как поехать с кем-то в отпуск да это не то же самое как да выбор партнера для брака ну и тут как бы тоже такой момент социального воображения да должен включиться то есть если ты допустим никогда не пересекаешься с людьми из другого сообщества в том как бы большинство людей встречают своих партнеров именно в школе или в университете да есть такие как бы исследования или на работе то есть если ты не работаешь не живешь и не не пересекаешься с людьми ни в каком формате как ты поедешь с ними в отпуск или там выберешь их в качестве партнера ну я извините отвлеклась в общем что для нас тут можно извлечь полезно в общем когда вот она говорит об этих детях и школе она использует понятие осознанного пари да то есть парень то есть она использовала это для именно осмысления опыта евреев то есть тут тоже как бы можно увидеть какие-то параллели с нашими сегодняшними размышлениями и так далее и так далее